Здравствуйте, друзья! Сегодня я, украинский историк, расскажу вам о том, почему украинские солдаты называют российских солдат пидорами. Это очень интересная тема. Кто-то подумает, что здесь простое желание уязвить, кто-то подумает, что здесь реакция на те видео, которые появляются из недр, так сказать, российской армии. Кто-то скажет, что это реакция на слова русских, которые не могут без, соответственно, матерных слов общаться друг с другом. Но я расскажу еще и о историческом, так сказать, исторической почве таких определений. И вот, наверное, возможно, вы знаете, что практически все российские руководители, сколько существует в Москве, 800 с чем-то там лет, и до современности практически все самые, так сказать, выдающиеся с точки зрения россиян руководители были гомосексуалистами. Начиная от Андрея Боголюбского, который привечал Кучковичей и за этих Кучковичей поплатился. Через Ивана Грозного, который имел целую кучу всяческих любовников басмановых и так далее, которых Малюта Скуратов, у которого руководитель охранки тоже был, как пишут немцы, первым петухом в курятнике. И до Петра Первого, я уже не говорю о Екатерине Второй, до Петра Первого, у которого огромное количество современников, так сказать, свидетельств современникам о том, что он живет бляжьим образом, то с Меншиковым, то еще с какими-то денщиками своими в обнимочку. Ну и короче, такая всякая гадость. И до Ленина Сталина, особенно Сталина, о котором известно в частности то, что он выписывал Репина, рисунки мужской натуры, собирал, коллекционировал и не только Репина, и еще там нескольких художников, в первую очередь российских. И о том, что во время Политбюро разрисовывал всякими похабностями портреты своих этих, так сказать, соратников по Политбюро, что он с ними сделает и так далее, подписывал всяческими похабными словами. Ну и кроме того, поуничтожал всех, кто с ними сидел в тюрьме, всех поголовно, кто сидел в тюрьме, то есть кто что-то знал. Ну вот такая вот история с российскими руководителями. И до современности. До Жириновского, до Володина и до других российских руководителей. Кто-то говорит на Рогозина в том числе, а вот что это руководители, соответственно, садомиты. И таким образом, оказывается, что этой традиции, когда в российской армии и в российском руководстве, но особенно в российском армии практически засилье, пирамида таких садомитов, это очень-очень давняя традиция. Еще, кстати говоря, во времена осады Казани, московский митрополит писал, что там непотребности московиты делают московитские солдаты друг с дружкой. Есть, кстати говоря, такой Филофей, монах Филофей, автор концепции, как считается, Третьего Рима. Но в действительности до него эту концепцию высказал еще один садомит, московский митрополит Зосима. Вот эту Зосиму садомита было осуждено как еретика в свое время в Москве не за садомию, а за ересь жидовствующих, так называемых. Ну и, короче, вот этот Филофей, он критиковал очень сильно и в своих бумажках, таких записочках, ну, полубезумных о Третьем Риме. Но, тем не менее, критиковал за силе вот этой садомии среди всех, среди всех московитов, военных и невоенных, и даже религиозных, ну, в смысле, номинально руководителей церкви. Вот. И, соответственно, этот Филофей не знал, наверное, что, к кому он обращается, потому что он обращался к царю Василию, еще не царю, даже великому князю московскому Василию, отцу Ивана Грозного. И этот Василий, соответственно, сам был такой, даже еще похлеще, потому что, как пишут, он не мог с женщинами заниматься, со своей женой, в частности, с матерью Ивана Грозного, заниматься сексом без присутствия своей охраны. Вот. Ну, и такие вот истории. Ну, короче, все это было чрезвычайно распространено в России. И оставалось такое распространено не только сейчас, не только там по современности. Это не влияние никакое, не Запада. Скорее наоборот, в России есть влияние на Запад в этом смысле. И такая же история была, например, в царской России, чтобы никто не говорил, что это что-то новое, привнесенное и так далее. То есть вот царская Россия — это сплошной садом и гамора. И вот американский словист профессор Саймон Карлинский говорит о том, что, например, среди родственников, ближайших родственников царя, так называемых великих князей — это дяди, двоюродные братья и так далее. Вот он пишет, что было по меньшей мере семеро гомосексуалов. То есть, грубо говоря, больше половины, больше половины гомосексуала в этом смысле. И, кроме того, как он пишет этот Карлинский, он пишет, что вот этот один из этих великих князей стоял на вершине гомосексуальной пирамиды общественной жизни России. Вот о ком он речь. Это дядя Николая II, последнего российского царя. Дядя, соответственно, сам был сыном Александра II, царя, Сергея Александровича. Кем он был? Самое интересное. Он был начальником Московского военного округа и московский генерал-губернатор. То есть, ключевая должность в России. Соответственно, руководил военными. Ну, представьте, какие там порядки внизу. Я расскажу сейчас, какие порядки. Что интересно, он женился на сестре царицы. То есть, сестре жены Николая II. Ну, немецкая принцесса. Он ее, еще одну немецкую принцессу, вывезли обеих из Германии в Россию. Вот. И этот, стоящий на вершине гомосексуальной пирамиды российской, Сергей Александрович, что о нем писали? Например, член Государственной Думы, кадет Обнинский. В своей книге «Последний самодержец». Еще издана в то время, 1912 год. Этот сухой, неприятный человек, уже тогда влиявший на молодого племянника, то есть на российского монарха Николая II, носил на лице резкие знаки снедавшего его порока, который сделал семейную жизнь жены его Елисаветы Федоровны невыносимой и привел ее через ряд увлечений, естественных в ее положении, к монашеству. И дальше. «Позорному пороку предавались и многие известные люди Петербурга, актеры, писатели, музыканты, великие князья. Имена их были у всех на устах, многие афишировали свой образ жизни. Курьезно было и то, что пороком страдали не все полки гвардии. В то время, например, когда преображенцы предавались пороку Садомии вместе со своим командиром, чуть ли не поголовно, лейб-гусары отличались естественностью в своих привязанностях». То есть лейб-гусары одни были на всю Российскую империю нормальными, закончились гусары, закончились нормальные. Вот. А командиры этого преображенского полка, ну кто знает, преображенский это самый главный полк в Российской империи гвардейский был. То есть президентская гвардия, так сказать. И руководитель был еще один великий князь этого полка, с которым этим преображенскому полку предавались, так сказать, Садомии. Константин Константинович. Это уже, получается, внук Николая Первого. То есть великий князь еще один. Вот. Но что интересно, он писал в своих воспоминаниях, вот этот Садомию, он считал пороком. То есть он не оправдывал, как современные российские Садомиты, и не скрывал, а он как-то так понимал. Вот. Чем он интересен, этот гомосексуальный руководитель преображенского полка, главного российского полка Российской империи? В том, что он генерал от инфантерии, то есть пехотный генерал. Генерал-инспектор военно-учебных заведений. То есть самый главный человек, который инспектировал все военные училища российские, как Жириновский инспектировал в свое время. И президент императорской Санкт-Петербургской академии наук. Это, конечно, поражает. Он сказал, что разрешил печатать свои эти, через 90 лет, печатать дневнички. И их было напечатано, и вот как он писал. Мой тайный порог, это еще раз подчеркиваю, внук Николая I, то есть великий князь Константин Константинович. Мой тайный порог совершенно овладел мной. Было время и довольно продолжительное, что я почти победил его от конца 1893 до 1900 года. Но с тех пор, и в особенности с апреля текущего года, 1903-го, опять поскользнулся и покатился, и до сих пор качусь, как по наклонной плоскости, все ниже и ниже. А про этого его друга, еще одного великого князя Сергея Александровича, сына, ну, получается, дядю Николая II. Что писали историк Масолов. Офицеры его обожали, его личная жизнь была предметом пересудов всего города, что делала очень несчастно его жену Елизавету Федоровну. Ну, естественно. Что писал, например, еще один голубой российский министр иностранных дел, представьте себе. То есть, действительно, пирамида гомосексуальная российская. Я уверен, что в нынешней России она еще покруче и побольше, и побугристи, так сказать. И, соответственно, был такой Владимир Ламсдорф, российский министр иностранных дел, который записал в своих воспоминаниях, даже тогда, в дневнике. То есть, это данные современников. И он говорит о том, что раньше Москва стояла на семи холмах, а сейчас на одном бугре. А бугре, это по-французски значит садомит. Это он, это говоря, намекая на великого князя Сергея. Дневниковая запись. 26 апреля 1891 года министра иностранных дел России. Ламсдорфа. Ну, короче, еще упоминается здесь случай одного преподавателя латыни. Вот это биограф Нина Берберова, которая пишет, что известен один случай с человеком, знакомым с довольно многими преподавателем латыни, греческим любовником, московского губернатора, великого князя Сергея Александровича, которого судили и знали в Саратово, а потом вернули в Москву. Ну, короче, почему эти свидетельства важны? Потому что они от современников, то есть это не наплели потом. А, собственно говоря, такое было отношение в то время практически поголовно в Москве. И вот эта принцесса, его жена, так сказать, которой детей не было, естественно, она все это скрывала. Ну, короче, думала, что попала в сказку, а попала в саду, принцесса. Вот. И, собственно говоря, как это все влияло на политику. Ну, сильно влияло. Например, известно, что он, вот этот Сергей Александрович, постоянно на царя давил, что никаких свобод, дави их, дави. Ну, короче, вот такое. Кстати говоря, достаточно он евреев за линию оседлости выселял, там, без компенсации. Короче, практически депортациями занимался. И этот Сергей Александрович. И когда выступление было царя, первое выступление, фактически его тромная речь, он сказал, что только безумный может думать о том, что в России может быть какое-то другое правление, не самодержавное. То есть, сходу было всей этой публики российской, так сказать, которая вырастала понемножку, там, какая-то буржуазная публика им с расходу, царь просто плюнул в рожу. Ну, и вот этот Сергей Александрович к этому всему его склонял, так сказать. И вот, что пишет его еще один родственник, тоже великий князь Александр Михайлович. Что он пишет, как его роль влияния на политику. Великий князь Сергей Александрович сыграл роковую роль в падении империи и был отчасти ответственен за катастрофу во время празднования коронации Николая II на Ходынском поле в 1896 году. При всем желании отыскать хотя бы одну положительную черту в его характере, я не могу ее найти. Будучи очень посредственным офицером, он, тем не менее, командовал гвардейским преображенским полком, самым блестящим полком гвардейской пехоты. Это тот, который, собственно говоря, поголовная садомия. Совершенно невежественный в вопросах внутреннего управления, великий князь Сергей был, тем не менее, московским генерал-губернатором, пост, который мог бы быть вверен лишь государственному деятелю очень большого опыта. Упрямый, дерзкий, неприятный он бравировал своими недостатками, точно бросая в лицо всем вызов и давая таким образом врагам богатую пищу для клеветы и злословия. Император Николай II не должен был допускать, чтобы великий князь Сергей сохранил бы свой пост генерал-губернатора после катастрофы на Ходынском поле. Как бы для того, чтобы еще более подчеркнуть свою неприятную личность, он женился на старшей сестре и так далее, и так далее. Очень большой контраст между этой принцессой и этим, так сказать, садомитом. Ну, и было очень много сплетен, в то время они циркулировали, записанные в дневниках и так далее. Вот какая-то содержательница столичного великосветского салона, супруга генерала Богдановича, что пишет. Сергей Александрович живет со своим адъютантом Мартыновым, что жене предлагал не раз выбирать себе мужа из окружающих ее людей. Она видела газету иностранную, где было напечатано, что приехал в Париж великий князь Сергей со своим любовником. То есть, даже в газетах французских уже все было известно в то время. И в чем проблема, собственно говоря, для политического управления? Ну, разложение. То есть, есть демонстративная, так сказать, верность монархии каким-то там идеям и так далее. Рассказывали о том, о служении, о чем-то там еще, о морали. Ну, точно как же, как сейчас. А в действительности садомиты. А есть еще один такой важный, важное такое влияние на ситуацию. То есть, они, ну, короче, вот эти садомиты, они выбирали самый жесткий, самый тупой вариант поведения. Мне кажется, честно говоря, что за нынешней российской политикой тоже что-то такое стоит. То есть, самое такое тупое, передавить, переломать. Возможно, вот против любых попыток вводить какое-то народное представительство. Вот эти все садомитская, вот эта вертикаль, так сказать, пирамида выступала. Ну, и закончилось это чем? Тем, что его в Кремле подорвал террорист. Вот, памятник ему там был поставлен. Ленин сам его сносил, памятник в свое время. А потом Путин вернул памятник этому великому князю Садомиту. В Кремле он сейчас есть. Такой террорист Каляев. Это была известная история. 905 год. И вот это его жена, великая княжна, его простила. Даже за него ходатайство у царя. За его помилование просила. Таким образом, жесткое, тупое проведение политики со стороны, я не говорю, что там со стороны всех гомосексуалистов. А со стороны именно тех, которые на верхушке этой пирамиды гомосексуальной России находились. Ну, как некоторые ученые говорят, что вообще вот эти склонности гомосексуальные, они появляются и в уголовной среде. Очень похоже, кстати говоря, в обезьяньях стадах. У орангутангов, у шимпанзе исследуют. Ну, короче, для них это не столько сексуальная функция, сколько функция подчинения. Ну, как на зоне, собственно говоря. И как в российской власти. Поэтому вот эта садомазоконструкция, она накладывается, с одной стороны, на вот эту распущенность, не только сексуальную, вообще распущенность российского руководства традиционную. А внизу люди с, наоборот, наклонностями садомазохистическими. То есть, все российское население. Ну, большинство. Очень значительное количество населения. Как говорят. Да, наш царь там такой-такой там. Но всех же обманул. Всех обвел вокруг пальца. Всех победил. Мы тут униженные, мы оскорбленные и так далее, и так далее. Но зато царек, так сказать. Ну, короче, радость раба. Это называется радость раба за своего, так сказать, сильного царя. У нас тоже это при Януковиче было очень сильно. Чувствовалось, когда люди просто радуются тем, что Янукович такой большой и сильный. Вот. И, соответственно, эта структура политическая, она, еще раз подчеркиваю, накладывается на абсолютно специфическое восприятие общества. Откуда это в обществе? Вот это садомазонаклонность. То есть, приучали, во-первых, достаточно долго, лет 800 минимум, бывшие в Москве. А еще, собственно говоря, российское общество не так давно из пещеры. То есть, где-то полторы тысячи лет назад еще был каменный век на территории Залесия. То есть, ядра формирования российского этноса. И, соответственно, какие там в пещерах нравы. Можно себе представить. Вот. И наш украинский поэт Тарас Григорович Шульченко очень хорошо, кстати говоря, это выписал. Ну, как-то уловил так вот эту систему построения российской власти. Где наверху садист или большой, или просто какой-то там. А внизу все готовы ему подчиняться, все готовы кланяться, все готовы все, что угодно целовать там сапоги, грубо говоря. И вот это такая российская власть, действительность. Я могу процитировать это поэма «Сон» Тараса Григоровича Шульченко, 1844 год. И вот он пишет о приеме у царя. Кто поймет по-украински хорошо, но кто не поймет, объясню. На приеме у царя, соответственно, царь бьет одного, все остальные, так сказать, бьют. А уже народ вылетает и их всех колотит. И, короче, народ побитый, но радостный. Кричит «Ура царю». Такая вот у него была даже не аллегория, а какое-то наблюдение, можно сказать, в этой поэме «Сон». Для украинцев, конечно, это все дико совершенно. То есть у нас такой конструкции властной невозможно, когда руководство страны просто плюет в глаза, когда оно говорит, что из вас, русские, ничего, кроме бухариков и жертв ДТП, выйти не может. И русские обтираются и говорят, какой умный, какой хороший царь. Такого у нас нет. У нас бы такого царя в мусорник посадили через два часа максимум. Вот. Оказывается, но в России своя специфика. Мы видим, что не один народ. Ну вот я вам процитирую это стихотворение. Тарас Григорович Шевченко, поэма «Сон». Уже нащо золотом обиті блюдолизи. Ну то есть облиті блюдолизи. То есть все в золоте. Аж ось и сам високий, сердитый, то есть царь. Виступая обок его царица не бога, Мово пенюк засушенный тонка довг нога. Та ще на лихо сердешна хита головою. Так а це то та богиня лишенько з тобою, А я дурный, не бачивши тебе ця цей разу, Тай повірив тупорылым твоим вершамазом. То есть царь увидел настоящую царицу и прозрел. Он думал, что так, как пропаганда вещает, А выглядит совершенно иначе. Ото дурный, а ще й битый, На квиток повірив москалеви. То есть на квиток, то есть на розпись, На розписку повірил русским. Дурачок, значит, если верить на розписку русскими, Вообще на их подписи, на их слова. Оте читай, и мити їм віру, За богами панства панства, В сербри та златі, Мов кабани годовані, Пекаті, пузаті. Аж потіють та товпляться, Щоб то ближче стати, Коли самих може вдарять, Або дулю дати. Благоволять, хоч маленьку, Хоч півдулі, Аби тільки під самою пику. А всі уряд поставали, Ніби без язики. Ані телень, царь цвенька, Я дивлюсь, царь підходить до найстаршого, Та в пику його, як затопить. Облизався не барака, Та меншого в пузо, Аж заголо, А той собі ще меншого туза. Меже плечі той меншого, А менший малого, А той дрібнея дрібнота, Уже за порогом, Як кинеться по вулицях, Та й давай місити Недобитків православних, А ті голосити, Та вирищать, Та як ривнуть. Гуля наш батюшка, Гуля, ура, ура, ура. Заре готався я, Та й годі. Тобто посміялся і поет. А й мене давнули, Такі добре перед світом усе те заснуло, Тільки деде православні, По углах стогнали, Та стогнучи за батюшка, Господа благали. Тобто русських б'ють, Плюють, Топчуть їх царі, А їм нравится. Така конструкція, Така страна, Такой народ, Который счастье находит. В чём? В том, Чтобы рядом был ещё кто-то более униженный И побитый, Чем они. Соответственно, Загоняет в своё стойло Разные народы. Уже многих загнал туда, В своё стойло. Они уже себя там не помнят, Эти народы. Но для того, Чтобы всех освободить, Помогаем, Друзья украинской армии, На очередной четвёртый автомобиль, Половину автомобиля мы уже четвёртого Насобирали вместе с вами, Благодаря вам, В первую очередь, Вашей поддержке. Я уверен, Что каждое ваше дело записано на небесах, Особенно доброе дело. И это то, Чем вы будете гордиться. А это очень важно. Поэтому, друзья, Помогаем. А украинской армии Щотик я оставлю. С Богом. До перемоги.